Всем привет! С вами вновь Энрилов и давайте сегодня что-нибудь поделаем в фотошопе. Сегодня будет очень такой интересный ролик, он будет связан с обтравочной маской. То есть будем говорить, что это такое и почему это очень важно знать. Фактически это глобальная часть, пласт для дизайнеров, которые так или иначе занимаются какими-то макетами, то есть проектированием рекламы и все, что с этим связано. Давайте создадим сначала какой-то документ, пусть это будет А4, в пространстве RGB, разрешение поставим 72, то есть как будто мы делаем для веба. Садим ОК. Давайте вначале немного теорию, что же такое обтравочная маска и как она реализовывается в фотошопе. Давайте загоним какую-нибудь картинку в фотошоп, копируем изображение, пустой слой создаем и Ctrl-V вставляем картинку. Вот у нас появилась с вами машина. Значит теория. Что такое обтравочная маска? Обтравочная маска это состояние слоя, при котором его видимость ограничивает другой слой. Как это понимать? Создадим слой 2, возьмем кисточку, черный цвет, возьмем кисть жесткими краями и что-нибудь нарисуем произвольно. Вот мы с вами нарисовали, где-нибудь здесь еще точку поставим. И давайте верхний слой, машинку поставим поверх нижнейшего слоя. И вот давайте у нас такая задача. Задача, чтобы слой с машиной проявился только в рамках вот этой вот площади слоя, где мы черным с вами нарисовали. То есть еще раз, наша задача, чтобы видимость верхнего слоя была ограничена площадью нижнего слоя. Для этого нужно поместить данный слой с картинкой поверх того слоя, который мы хотим, чтобы он ограничивал. И далее, либо нажимаем правую кнопку мыши, создать обтравочную маску, видите, либо вернем назад, либо зажимаете на клавиатуре клавиши Alt, подводите к линии разделения между двумя слоями в панели слои, и видите, появляется стрелочка и кликаем. И что мы видим? Мы видим, что видимость верхнего слоя теперь ограничивается площадью нижнего слоя. Верхний слой, который находится в режиме обтравки, нам это показывает Photoshop, у нас у слоя появилась такая вот стрелочка, которая направлена вниз. Это означает, что этот слой применен к нижележащему слою. Этот слой можно двигать и как угодно его подвигать. Вот что такое собственная теория обтравочной маски. Теперь давайте посмотрим, как же это реализуется конкретно в проектах. То есть некие техники, которые постоянно используются дизайнерами, на основании которых можно создавать просто потрясающие макеты. Первое, давайте разберем классическую верстку. Классическая верстка это картинка плюс текст, я об этом говорил. Давайте сделаем классическую верстку в стиле безумного количества автомобильных компаний, а-ля там Audi, Volkswagen и так далее. Каким образом они это делают? Они создают... Ну, давайте сначала пойдем по-простому. Как можно это сделать, если бы вы не знали, что это обтравочную маску? Вот у нас есть картинка. Преобразовываем в смарт-объект, чтобы при масштабировании мы не меняли качество. Вот каким-то образом мы уменьшаем с вами изображение. И вот мы его поставили. Ну, видите, здесь, конечно, не очень удачно. Давайте мы вот так как-то машину скадрируем. И растрируем слой, как если бы мы с вами делали вот кустарно. Здесь вот удалим нижнюю часть. Даже много, наверное, удалили. Вот так удаляем. И пишем какой-нибудь слоган классический, который вот использует эту верстку практически все автопроизводители. Ну, не знаю, там, машина вашей мечты. Или нет, что-нибудь такое. Ваша мечта... Уже тут. Что-нибудь в таком духе. Уменьшаем это и верстаем. Даже можно сделать поменьше. Цвет не будем делать черным. Сделаем каким-то таким матовым. Даже можно взять с исходника. Ну, и здесь, как правило, еще логотип где-нибудь ставится. У меня нет, к сожалению, никакого логотипа автокомпании. Но мы с вами в прошлом уроке рисовали. Хотя подождите, вон у меня есть Volkswagen. Отлично. Давайте Volkswagen поставим. Рисуем. Заливаем белый цвет. И можно поставить это... Ну, вообще-то они вот здесь стоят, как правило, компании. Поэтому давайте мы так же разместим этот логотип. Вот у нас размещен логотип. Верстаем так, чтобы сверху и снизу у нас было одинаковое расстояние. Вот это белое. И справа вот это расстояние. Вот это расстояние тоже было одинаково. Вот мы поставили свой логотип. Убираем текст. И он слишком близко находится к логотипу. Поэтому давайте мы все-таки его подуменьшим. Вот таким вот образом. Достаточно этого сделать. Вот мы с вами получили классическую рекламу, которую вы можете наблюдать на улицах вашего города. Этот принцип используется постоянно. Что, если заказчик, которому это делаете, говорит вам, а давайте вот эту машину подвинем. Вы начинаете этот слой двигать, и у вас все начинает ехать. Это очень удобно при верстке. Давайте теперь, зная, что такое обтравочная маска, решим с вами эту задачу. Берем инструмент прямоугольник, создаем пустой слой и рисуем прямоугольник. Вот таким вот образом нарисовали. Заливаем его любым цветом. Например, красным. И подвигаем таким образом, чтобы вот это вот расстояние, и это было одинаковое. Ну, не будем сейчас точно вымерять, визуально приблизительно вот так это будет. Далее берем наш слой с машинкой, ставим как хотим пока, и применяем обтравочную маску к нижележайшему слою, то есть красному прямоугольнику. Клавишу Alt и кликаем на стрелочку. И вот теперь мы можем в рамках этого слоя двигать как угодно машину, и у нас видимость нашего слоя с машины ограничивается нижележайшим слоем, то есть красным прямоугольником. И теперь мы можем тут как-то подвигать, можем уменьшать. Например, давайте вот так скадрируем. Будем считать, что заказчику это больше понравится. Вот каким-то таким образом. Вот мы получили с вами верстку, при которой очень удобно что-либо менять. Далее к этому слою можно применять еще обтравочные маски. То есть давайте, например, мы с вами создадим слой, нарисуем незамутый контур и обведем его. Поставим 10 пикселей. Пусть это будет белый цвет. Каким-то таким образом. И пусть даже не белый, а то белый будет сливаться с нижним, чтобы показать, как работает отравочная маска. Создадим красную полоску. Если мы теперь с вами ее будем двигать, как вы видите, она у нас выходит за пределы красного прямоугольника. Но если мы также создадим отравочную маску, то есть такой каскад отравок, красный прямоугольник, то как бы мы ни двигали бы эту теперь линию, она ограничена нашим красным прямоугольником. Давайте пару линий таких поставим. Тоже в обтравочной маске. Видите, я всем применяю. И как-то вот их сделаем, чтобы расстояние было одинаково у этих линий. И переведем эти линии в режиме перекрытия. Пусть будет таким образом это сделано. Можно посмотреть режим умножения, попытаться сделать мягкий свет, может быть. Давайте в режиме перекрытия, ой, да, и уменьшим непрозрачность. Дело сейчас не в дизайне, дело в возможностях. Вот мы получили с вами какой-то еще элемент дизайна. Дальше давайте рассмотрим, что еще можно сделать, зная принципы обтравочной маски. Создадим с вами слой и сделаем круг. Зальем его каким-то цветом. Продублируем этот слой и отведем круг в сторону, в правую часть. У нас получилось два слоя. Нижний слой — это левый круг, верхний слой — правый. И создадим еще один публикат слоя. Верхний круг мы подвинем еще правее, выделим через Shift все три слоя и в панели инструментов нажмем «Выравнивание относительно центра». Вот у нас все эти три кружка выровнялись, расстояние между ними стало одинаково. Сделаем таким образом, чтобы расстояние этих трех кружков соответствовало нашей верстке по нижней части и подвигаем эти кружки вверх. Вот мы с вами их каким-то образом поместили. Далее дублируем эти с вами три слоя в слоях и двигаем вниз таким образом, чтобы у них вот расстояние вот здесь визуально соответствовало расстоянию между… ну, по горизонтали сделали. Еще раз дублируем. Ну, хотя нет, давайте мы так же, чтобы все это делалось не визуально, а чтобы все это было правильно. Все три слоя первых мы загоняем в папку, в папку, назовем ее «1». Создаем еще таких дубликат двух папок. И вот ниже самую лежащую папку «1» мы двигаем вниз. Выделяем через «Shift» либо через «Ctrl» все три папки и жмем уже в панели слоев, чтобы относительно у нас вертикали они выровнялись. Видите, у нас теперь идеально, вот здесь расстояние ровное. И теперь проявляем нашу, значит, картинку. И наша задача — применить обтравочную маску ко всем этим кружкам. Для этого мы все три папки объединяем через «Shift» и загоняем еще в одну папку. Проявляем слой с машиной и применяем обтравочную маску уже к папке. То есть это означает, что теперь у нас видимость слоя ограничена видимостью всех вот этих частей. Сейчас Photoshop у нас воспринимает все вот эти кружочки как один слой, так как мы загнали в папку. И обтравочную маску он делает не к одному кружку, а ко всем девяти. Далее в рамках этой структуры мы можем каждой из кружочков двигать и проявлять те участки изображения, которые мы хотим. Таким образом мы можем с вами менять размеры кружочков, их расположение в нашем холсте и проявлять какие-то, ну тем самым какой-то делать дизайн, какой-то эффект, стилистику. Ну тут скорее не эффект, мы говорим с вами о стилистике. То есть как угодно можем с вами их двигать. То есть мы проявляем видимость нашего слоя, путем изменения нижележащих слоев. Вот таким вот образом это можно сделать. То есть у нас можно обтравочную маску делать как к слою, так это можно сделать и к группе, которая у нас состоит из отдельных слоев. Ну и давайте, чтобы как-то все это смотрелось, приведем все это в какой-то божеский вид. Все кружки мы с вами удалим и давайте сделаем что-нибудь быстро, что-то такое адекватное, чтобы машинка все-таки смотрелась. То есть у нас по такому принципу пойдем. У нас, значит, левая у нас будет самый большой круг, вот этот правее чуть поменьше. Далее у нас будет еще меньше кружок. Как-то так. Следующий кружочек будет еще меньше. Ну и вот эти остальные, какие мы с вами сделаем, они будут еще меньше. Как-нибудь их раскидаем по холсту. Вообще-вообще прям мелкие-мелкие мы их сделали. Ну что-нибудь в таком духе, непринципиально. Конечно, это выглядит не очень хорошо. Тут даже если вот эту идею будет утвердили, ее нужно очень-очень сильно дорабатывать. Но сам факт. Мы сейчас с вами говорим об травочной маске. Вот этот вот принцип, очень важно его понимать. Далее. В об травочную маску можно загонять слой без зажатой клавиши Alt. То есть его можно помещать между слоем с картинкой, который уже находится в об травочной маске, и слоем, к которому применена об травочная маска. Для этого, ну давайте логотип мы с вами возьмем. Вот этот. Для этого вам достаточно в панели слоев переместить этот слой между папкой, которой применена об травочная маска, и слоем, где уже применен этот эффект. У вас автоматически появляется стрелка на логотипе. И мы можем его двигать. Но правда он сейчас не появляется, так как он находится под картинкой. Чтобы это исправить, нужно его в панели слоев переместить чуть выше. И тогда, видите, у нас уже проявляется логотип, и мы его как угодно можем двигать. Вот эти вот моменты, они очень важны, потому что на основе этого можно делать очень хорошие какие-то эффекты. Давайте еще раз посмотрим, как же все это сделать. На травочную маску закрепим материал, создадим опять же кружок, зальем его белым цветом. Или пусть будет отлично от фона красный. Создаем слой и делаем с вами незахватый контур. Делаем обводку 6 пикселей и ставим цвет. Да пусть будет черный. Далее делаем дубликат этих слоев, этого слоя. И нижний слой мы к нему применяем в травочную маску, чтобы у нас эта полоса теперь была ограничена видимостью нижнейшего слоя. Следующую полосу мы также ставим в травочную маску и каким-то образом мы ее двигаем. И вот таким образом мы с вами начинаем создавать какой-то каскад из линий в панели слоев. И как вы видите, каждый раз они ограничиваются площадью красного круга. Таким образом мы можем получать с вами какую-то графику. Сейчас мы сделаем это вот быстренько. Сколько-либо слоев мы с вами создадим. Тут уже, конечно, к чему вы стремитесь. Это уже вопрос вашего мышления, вашего какого-то видения. Что вы этим хотите получить. Но мы сейчас говорим о неком эффекте. И теперь нижний слой, вот этот вот кружок давайте с вами в белой перекрасим. Вот видите, мы получили с вами такую вот графику. Ее можно загнать в папку и двигать каким-то таким образом. Если мы фон поменяем на какой-то другой цвет, например, пусть это будет желтый цвет. Вот такой вот. У нас белый, разумеется, не сливается. Для того, чтобы у нас все слилось, нам нужно зайти в папку, кликнуть на слой, к которому вся обтравка применена, и кликнуть на фон, и у нас все сольется. И вот мы теперь уже можем на желтом фоне с вами что-то такое делать. Все это можно увеличивать и получать какую-то графику на ваше усмотрение. Тоже это очень важно. Каждый из слоев в рамках каскада обтравочных масок можно скрывать, нажимая на глазики. Если вы убираете глазик с исходного слоя, к которому все обтравки применены, то у вас автоматически все скрываются. И наоборот, если вы его проявляете, у вас все обтравочные маски также появляются. То, с чего мы начинали, также отравочную маску можно применять к любому абсолютно слою, который вы нарисовали. То есть вы можете произвольно сами нарисовать что-то, например, какой-то слой. И далее вы хотите по каким-либо причинам нарисовать градиент. Я, например, градиент рисую, я его не люблю использовать с помощью построения свойств слоев и так далее. То есть создаете слой цвет, применяете к нему какой-то более темный цвет, и вот обтравочную маску применяете к нижележащему слою. Применили. Кликайте на маску, берете черную кисть. То есть мы сейчас с вами будем скрывать часть изображения, мягкие края. И вот мы с вами рисуем. Видите, получили с вами некий градиент. Мы его нарисовали. Все это через обтравочную маску. Если мы сейчас обтравочную маску отменим, мы увидим, что просто часть слоя мы через маску удалили. В данном случае это будет выглядеть в рамках нижележащего слоя как градиент, как обтравочная маска. Таким образом можно делать дальше до бесконечности. Можно создать еще один слой с цветом, сделать уже какой-то красный, например, удалить маску, создать ее заново и также черной кисточкой прорисовать. Можно еще один слой сделать с другим уже цветом. И также на маске зарисовать то, что не нужно. Вот вы видите, через обтравочные маски можно очень хорошие эффекты получать в рамках каких-то слоев. И тут не обязательно мог быть вот этот вот круг, ну какой-то непонятный форм, который я сделал. Допустим, мы хотим сюда теперь поместить круг под этот весь градиент. Достаточно один раз отменить нижнюю обтравочную маску, все три слоя скрыть, удалить все, что нам не нужно, создать пустой слой, инструмент Ellipse, рисуем с вами круг, каким-нибудь цветом его заливаем и проявляем все слои и делаем обтравочную маску к нижнейшему слою. Таким вот образом. Далее, если мы считаем, что что-то, какой-то слой не сильно задействован, мы его можем двигать в рамках обтравочной маски, как я уже говорил, и тем самым какие-то проявляя эффекты. Вот таким образом можно создавать безумно какие-то дизайны, можно рисовать логотипы и так далее. То есть обязательно освоите эту обтравочную маску, и дальше уже с помощью своего мышления вы сможете создавать хорошие дизайны. Сегодня у нас была теория, плюс немного практики. И посмотрели, как всем этим пользоваться. Обязательно повторите это в Photoshop и самое главное разберитесь. Потому что если вы поймете вот эту вот базу, дальше макеты, которые будем разбирать, то, что буду показывать, либо то, что вы будете видеть на улице, вы будете понимать, как технически дизайнер это рисовал, и сможете взять себе это на вооружение. А на этом я сегодняшний ролик заканчиваю. С вами был Анри Лов. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok